Субтитры делал DimaTorzok Очень много зла и добра и все это сражалось, но внезапно появился там кристалл-метеорит, который позволил некоторым людям стать супер людьми и они стали хранителями мира и защищали все-все-все. И они смогли избавиться от зла и заточить его в недра каких-то там горных пещер. И все это благодаря обретенной возможности телепортироваться и бороться так со злом. И в общем рассказывают, что все после этого стало хорошо, мир стал добрым и нормальным. Но из пещер опять повылазили злодеи и начали захватывать мир снова. В итоге супер люди пожертвовали собой, заморозив время, ну и в общем как бы спасли мир опять. И мир опять был спасен, и вроде бы опять все нормально, но потом опять какое-то зло пришло, ну вот в общем и отсюда начинается наш пролог. В день рождения нашего героя отец говорит, что у него для нас есть подарок, но нам нужно его найти и собственно сюрпризом к нему подкрасться. То есть уже нам намекают, что в этой игре будет стелс. Собственно сейчас вы можете наблюдать, ну какая графика, да, индюшная графика такая типичная. Все очень простенько нарисовано, при этом, ну глаз не режет, все достаточно приятно. И вот подкравшись незаметно к отцу, он нам говорит, что какой мы молодец и получаем свои первые щиты меч. Вот такой вот у нас, собственно, инвентарь. В первую очередь игра, конечно, напоминает Зельду. Здесь можно и поплавать. Собственно вот вы можете наблюдать, какая классная водичка, как классный персонаж плавает. Ну это, собственно, не мешает играть, естественно, такое плавание. И нам дают, собственно, новое оружие. Маман дарит нашему Аарону лук, говорит, потренируйся, но стрелы не бесконечные, поэтому не нужно долго тренироваться. И идем, короче, дальше. Потому что Маман говорит, что проблемы у куриц. Проблемы у них есть, потому что они сдохли. И тут мы понимаем, что это не Зельда, это просто клон Ведьмака. Все, кто играл в Ведьмак 3, абсолютно отлично понимают, собственно, что мы сейчас делаем. То есть идем по следу и ищем, кто же виноват в смерти куриц. Восемь лет спустя Аарон подрос, и у нас начинаются наши приключения Аарона. На Землю опять прилетает какой-то страшный метеорит. Тут есть даже, кстати, варианты диалогов. Они ни на что не влияют, поэтому, ну, собственно, все равно. И батя говорит, что Аарон, иди проверь, что там с метеоритом. Ну, естественно, а что еще делать? Геральт на минималках посвистел, и появилась лошадь. Ну и все, и дальше мы на нашей платве, собственно, плывем, прыгаем, скачем. Все, что угодно. Платва у нас тут отлично управляется, отлично прыгает. Вообще без багов, без проблем. Находим кристалл, вселяемся в него, нам говорят, что будет беда. Бежим спасать деревню от дракона, потому что он напал на деревню. Родители Аарона погибают. Аарон использует какую-то сверхнову, уничтожает там дракону, спасает деревню. И, в общем, вот отсюда уже реально начинается игра. Итак, самое время разобраться, стоит ли играть в приключения Аарона. У меня вы можете даже посмотреть прохождение. Неполное, возможно, возможно, полное. То есть можете посмотреть геймплей целиком. Но сейчас кратко по всем особенностям игры. Если очень кратко, то Ведьмак на минималках. Сеттинг, ну, фэнтезийный комикс, рисованный. Ну, в целом, приятные глаза. Кроме основного сюжета, просто бегаем по карте, сражаемся с соперниками, находим сундучки в зачищенных лагерях, собираем ресурсы. Ресурсов мало, ничего сверхъестественного не надо искать. Все достаточно в паре ресурсов у нас состоит. И из этих ресурсов можно крафтить себе новое, новейшее оружие и броню. То есть прям где-то по заколустям искать какую-то волшебную траву вам не придется. Выходите просто, фармите сундучки, находите из них кучу ресурсов и крафтите все, что вам надо. Оружие делится на три типа. Меч и щит, длинный меч и лук. С каждым оружием у вас открываются новые способности. И, к примеру, некоторые из них надо открывать. Вначале вы можете просто сражаться, но достаточно быстро в игре у вас появляются вот эти как раз-таки способности древних людей. К примеру, если тяжело добраться до соперника, используйте стрелу с телепортом. И вы появляетесь прямо возле соперника, нанося ему урон. Слишком много соперников и не можете успеть прицелиться, используйте замедление времени. Вас окружили, используйте вот эту самую суперновую, которой мы победили дракона. Периодически в игре появляются мини-игры, за которые вы можете найти скиллпойнты. Что, ну, разноображивает вот этот, в принципе, скучноватый геймплей-контент. Древо способности очень простое. На каждое оружие, на каждую способность есть, в принципе, по перку, и вы их прокачиваете, усиливая, соответственно, те самые перки. Ну и, собственно, мы проходим различные задания на карте. Мейн-квест, сайд-квесты. Все как в типичной, обычной, спокойненькой, простяцкой RPG. Поэтому, если вы все попроходили и ищите что-то на вечерок немножко погонять, посажаться в фэнтезийном сеттинге, ну, рекомендую. Почему нет, на самом деле? Механик вполне хватает, чтобы поиграть по-интересному. Можно постелсить, можно и побегать активно, посажаться с длинным мечом, можно позащищаться с мечом и щитом, можно поиграть в лукаря, покрафтить что-то, пособирать лутик, ну, точнее, лутик, из которого мы потом будем крафтить новые предметы. Хотя некоторые предметы вы иногда будете находить и в сундуках, после зачищения кемпов с злодеями различными. То есть, инвентарь вот такой вот очень простой. Так что, если у вас нет завышенных ожиданий по поводу вот этой игры, то как RPG-шка на вечерок, то что надо. Если же вы ищете что-то легендарное, суперкрутое, а-ля там хотя бы даже Genshin Impact с такой своеобразной интересной системой боевки, с какими-то там перками, системами прокачки, то эта игра вам не подойдет. Но, как я говорю, поразвлекаться то, что надо. Надеюсь, обзор вам понравился и был полезен, и вы узнали, стоит ли играть в Aarons Adventure. Если же вы хотите посмотреть еще немножко геймплея, вы всегда можете посмотреть его на моем канале, вот в предложенных видео. А с вами был Тед, всем пока!